ассаляму алейкум мир вам с вами амир хан и сергей мы рады приветствовать вас сегодня мы решили обсудить некоторые моменты и первая тема с которой мы начнем борода да это бородатый вопрос но тем не менее мы начнем с него хорошо сергей какие факты о бороде мы знаем о это очень интересный вопрос я тут как раз нагуглил некоторые моменты секундочку так исторические факты о бороде и так первый факт президент линкольн был первым президентом в мире который постоянно носил бороду хотя это странно почему потому что были халифы которые тоже всю жизнь разносили бороду да они были бы халифы да они не были президентами америки это постоянно такая тема ты заметил западные вот эти вот люди которые всегда освещают они все у нас в америке у нас европе а что там первый кто там был знаешь нибудь в аравии или где-нибудь там в турции не день не было такого и кстати насчет линкольна он не носил бороду вначале это была его предвыборная кампания и одна из девочек да да написала ему письмо и сказала если бы вы отрастили бы бороду то моя мама и все ее подружки уговорили бы своих мужей ты смотри какая девочка девочки фитера вы понимаете она любит мужчин с бородой сразу с детства чтобы они проголосовали за вас потому что за бородой вы выглядите привлекательны и все и так и случилось отрасил бороду победил на выборах потом уже пригласил эту девочку и поблагодарил и пошел хороший был пиар ход так но факты другие ходят слухи что американская разведка когда-то планировал подсыпать фиделю кастро что-то записано кастротолиевый короче говоря ходят слухи что американская разведка когда-то планировала подсыпать фиделю который на кубе был какую-то определенную соль в обувь из-за которой у него бы выпала борода потому что он всю жизнь был с бородой и это было его фишкой да как у как у гитлера усики там или у ленина да тоже он лысый тоже с бородой поэтому американцы боялись за его бороды да устали на трубка у горбачева пятнышко всех свои приколы а вот в россии точнее российской империи 17 века петр первый который ввел налог на ношение бороды тот уносил бороду должен был заплатить 100 рублей это слушай сейчас надо наоборот не повести налог на тех кто бороду не носит и говорят что он типа хотел быть ближе к европейцам это время поэтому и приказал издал указ чтобы люди брили бороды но я думаю что у него просто борода плохо росла ему был не по кайфу наверно был безбородом такой что-то тут не то первые европейцы которые побрили бороды это было было вроде во франции людовик 14 когда стал на трон им было 15 лет ему естественно у него борода сюда не росла а до него все были бородатые цари и так далее и его вельможи вокруг него они решили тоже побриться чтобы уподавляться своему есть другая теория на эту тему он-то был первым то скажем так современной европе а что если взять античную европу грецию во времена вот этой вот всей греческой философы носили борода философы да но там была тенденция когда они начали бриться потому что у них начали распространяться нетрадиционные связи в греции и для того чтобы выглядеть более моложе потому что люди более молодых мальчиков любили тогда и поэтому они начали брить бороду туда появилась такая мода в те времена так статьи в россии также во время петра первого не хотели люди брить бороду потому что тогда безбородие были гомосексуалисты называемый из этого что мы видим из этого всего из этого всего мы берем то что борода это было обычное естество у мужчин то есть атрибутика мужская которые которых не возникало никаких проблем до вот вы вот этих перемен до определенных когда люди людям почему-то приспичило бриться не им не приспичило бриться просто тот же петр первым он поехал ему понравилось как там все выглядело и решил внедрить эту эти нововведения в то в той же россии или в российской империи но естество она ведь другое естество это когда у вас есть борода до вот как у нашего амир хана до борода это признак мужества и я не думаю что вы из этого нужно делать проблему какую-то то есть это естественная вещь которую должен носить каждый мужчина я конечно не хочу сейчас умолять достоинства тех людей которые по иным каким-то причинам не могут оставить бороду но я всем желаю лучшего сегодня борода в общем в мире она стала популярным поэтому сейчас есть уникальный шанс делать сумму не привлекая к себе внимание то есть не то чтобы меня кардинально свою жизнь то есть никто не будет тыкать на вас пальцем и говорит а вахабит там или еще что то нет такого не будет как было несколько лет назад да поэтому сейчас нужно этим шансом мы так считаем воспользоваться вот но потом когда эта мода пройдет а мода она всегда вот так вот да то есть там через 30 лет опять будет модно бриться а потом через 60 лет опять будет модно носить бороду на эти вещи не стоит обращать внимание у нас есть своя мода вот и поэтому мы должны исследовать не нужно бегать за моды у нас есть сумма просто пусть мода бегает за нами не нужно не нужно подстраивать религию под жизнь нужно жизнь подстраивать под религию золотые слова это правило запомните на всю свою жизнь давайте спросим обычных людей в центре киева как они относятся к бородатым людям и бороде мы записали несколько роликов и сейчас с вами вместе посмотрим добрый день как зовут вас можете представить Дмитрий да очень приятно Дмитрий я смотрю бороду носите как бороде относитесь я думаю что борода это одна из каких-то мелких малюсички добродетели Николай Иванович скажите я такой вопрос как вы относитесь когда вот мужчины ребята молодые носит бороду как это вообще я положительный это роли не играет какое положение социальный статус это роли не играет для меня все равны независимо есть борода или нет в бороде люди чисто смотрят это со стороны моды но не смотрят что это человеческая как бы ну трое или как правильно сказать то есть мужчина он создан так что он как бы у него растет борода он должен ее отпускать то есть это не оговаривается так что когда это становится модой это совсем уже другое а вы давно начали бороду носить ну года два уже отпускаю просто место удобно конечно понял хорошо спасибо дал такая вот новая тенденция сегодня в мире носить бороду на так вот так что сейчас есть благоприятные условия для того чтобы исполнить сунду пророков саллах ли кто стеснялся или кто не мог по каким-то причинам можете носить бороду отпускайте бороду братья и так давайте посмотрим какое место занимает борода в нашем шариате в исламе о шариате все четыре марта вообще-то запрещали брить бороду то есть неважно ханафиты и шафииты ханболиты все они запрещали брить бороду отдельно можно сказать что ханафиты и ханболиты разрешали отрезать то что ниже кулака то есть если взять бороду в кулак вот так вот да то они разрешали отрезать то что снизу, не более этого. Вот так вот наши четыре правовые исламские школы разбирались в этом вопросе. Имам Шафи был в этом вопросе самый строгий получается. Да, не только он. Получается Шафи и Малик, они не разрешали укорачивать бороду вообще. Но на самом деле тут не все так должно быть строго. Дело в том, что есть достоверные хадисы на эту тему и это можно делать. То есть можно убирать то, что ниже кулака. То есть основа это отращивание бороды. Но они все четверо говорили и все их не соответственно ученики. Все они говорили о том, что убирать ее вообще нельзя. Такого вообще нет. То есть брить харам. Но, к сожалению, наши современные, так сказать, имамы говорят, что бороды нет, никаких текстов о них нет и так далее. Там в Куране о бороде ничего не написано. Десять тысяч хадисов. Шестьсот с лишним страниц Священного Курана. Огромное количество смыслов. Бороды вообще нету там? Нету бороды. Нету бороды, да. Ну аль-хамду-ли-ля, у нас есть один хадис. Это приказ от пророка, где он говорит, отращивайте бороду, укорачивайте усы. Все, приказ от него прошел, нам одного хадиса достаточно. Одного хадиса достаточно. Да даже, даже если мы уберем даже этот хадис, ну это естество, которое вообще вопросов не должно возникать. Нет, подожди, Амир-хан, они же не отрицают то, что бороду... Они говорят, борода у меня где? В сердце, говорит, у меня сердце бородой. Че ты? Лучше бы эта борода росла у них на сердце, а не на лице. А, если так, то да ладно. Бородатое сердце. Это интересно, конечно. Так вот, какие выводы? Ребята, отращивайте бороду, стрижите усы. Не надо ориентироваться на моду, на сегодняшняя тенденция. Мода изменчива, а ислам постоянный. И это то, что мы должны делать. Борода – это естество. Его не нужно трогать, но нужно за ней ухаживать. Это главное. Не нужно, чтобы она у вас была растрепанная так, как будто вы только проснулись и так далее. Мыть ее, ухаживать за нее так, как вы ухаживаете за головой, да, ходите в парикмайрерскую. Мы надеемся, чтобы все это делать. Да. Подровнять ее. Аккуратно, чтобы было, чтобы вид мусульманина был опрятный, красивый. Вы будете выглядеть пужественнее и лучше. Вообще есть бородатый пример про бороду, а именно то, что если представить себе льва и сбрить его гриву, то этот лев превратится в львицу. И от львицы потом не отличишь. Лев без бороды львица, так же и мужчина без бороды львица. Вот и все. Так же самое и мужчина. Это его атрибут, внешний атрибут, который показывает, что он мужчина. То есть он отделяет юношу или мужчину от юноши и мужчину от женщины. Это тоже нужно понимать и учитывать. Есть даже выражение какое-то, не помню, правда, на откуда. Мужчина без бороды – это как недоюноша, то есть что-то вот в таком духе. Недоюноша. Да, недоюноша. То есть и не мужчина, и не юноша что-то вот такое. Что-то оно, да, получается. Но мы бы хотели также обратиться к тем, у кого изначально не растет борода, и такие люди есть. Не расстраивайтесь. Это абсолютно никак не влияет. И мы вообще говорим не о вас. Это не про вас. Да. То есть если у вас нет бороды, аль-хамду ля-аллах, создал вас такими, в этом нет никакой проблемы. Да, сегодня есть такие операции, когда, например, пересаживают с каких-то частей, где есть волосы, пересаживают ближе. Да, даже мази есть специально. Есть мази, есть там какие-то. Даже этого делать, на самом деле, не обязательно. Вас уже Аллах таким создал. У меня лично есть знакомый, мы с ним вместе учились в Медине. У него просто три волосины так растут, они длинные или две или один. Даже хадис из права. Не-не, хадис недостоверный. Да, прикинь. Брат, ну что ты мне такое говоришь? Нет, просто вот у него три волосины и все, больше не растет. Некоторые к нему говорили, эй, чего у тебя там бороды нету, особенно если издалека его видели. А на самом деле я видел у него, то есть две-три волосины и все. То есть у него просто больше не растет и аль-хамду ля. То есть он делает то, что приказал посланник Аллаха. Он отращивает свою бороду, ту, которая у него есть. А я, кстати, хочу сказать, у шейха Сулеймана есть борода. Просто некоторые пишут в комментариях, что у вас за имам без бороды, туда-сюда. Просто она у него редкая. Ее не видно. Ну-ну-ну-ну. Мы сказали то, что хотели сказать. Да. И вот мы придумали сделать такой формат, чтобы вот как-то вот быстро, ненавязчиво рассказать вам какие-то интересные моменты. Так хотим вести типа видеоблога каждую неделю. Ну, если, конечно, вам это понравится. Да. И мы выпустим следующую серию, когда наберем тысячи лайков. Так что давайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. И не забывайте оставлять комментарии. Мы на них будем отвечать. Самые лучшие комментарии, мы на них ответим. Иншалла. До новых встреч. Салам алейкум. Мир вам.